В селе Покровское его жители серьезно подходят к празднованиям различных дат и торжеств. И в этот раз они с особым размахом решили отметить два удачно совпавших события – День России и Христианский праздник Троицы. И ты, цвети, согретая любовью, Россия, Русь, великая страна, пусть никогда не окропится кровью земля отцов, что сердцу дорога. Дорогие гости, сегодня у нас двойной праздник – День России и Христианский праздника. Поздравляем вас и желаем доброго здоровья, радости вашим семьям, синего неба над головой и пшеничного хлеба на столе. Всех гостей, пришедших повеселиться в этом веселом, дружелюбном праздничном мероприятии, встретили, как и положено, ароматным караваем и солью. Вместо сцены – зеленый ковер из травы, вместо крыши – голубое небо. Именно в такой обстановке и начался праздник, на который собрались многие покровчане, не пожелавшие сидеть дома, когда здесь начались такие гуляния. На горе гуляли, по горой гадали, в го работ водили, кричинки ходили, кричинки ходили, веночки носили, на воду бросали, на парней гадали. Моя Россия – синего, как птица, красуется, милуется в садах. Моя Россия мне ночами снится, ее я краше в жизни не видал. Клянемся мы, русичи, любить тебя до последнего вздоха. Клянемся не щадить живота своего ради тебя. Клянемся воспевать тебя каждой песней и каждым ударом своего сердца. Я пойду по дороге, в простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего, как печальные листья летят, под рубах ее душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, горячо я опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Народные костюмы, атласные ленты в волосах, венки на головах, а также украшенные деревья – все это непринужденно навевало на мысль, что действительно попал во времена Руси, что сотни лет назад именно так и праздновали люди русские Троицу. Символ Троицы – береза. Это самое любимое в нашем Отечестве народное дерево. Без березы не мыслю Россия, так светла по-славянски она, что, быть может, в столетия иные от березы вся Русь рождена. ПЕСНЯ Троица Троица – один из главных христианских праздников в честь мифического сошествия Святого Духа на апостолов. Отмечается на 50-й день после Пасхи и трактуется Церковью как начало широкого распространения христианства. В Руси Троица слилась с древнеславянским праздником Семиком. Он знаменовал конец весны и начало лета. Символом расцветающей природы России была и остается молодая березка. С праздником вас, дорогие сельчане, судари и сударыни! Семик мы, девушки, надеваем лучшие наряды, плетем веньки из веток березовиц, идем в лес к березку. «Березка, березонька, завивайся кудрявая! К тебе девушки пришли, пироги принесли с яичницей!» «На поляне, на лугу гнулась березонька, девушки завивали, алой лентой украшали!» Те, кто пришел на празднование Троицы, не только узнали об обычаях этого праздника в стародавние времена, но и благодаря ведущим смогли принять в них активное участие, например, повязать ленту на березку, загадав желание. «Свой венок покумимся, подругами станем! Покумимся, кума, покумимся, чтобы нам с тобой не брониться, вечно дружиться!» «И вы, дорогие друзья, давайте покумитесь! Покумитесь! Ну, веночки-то есть!» Празднование Святой Троицы не могло обойтись без представителя церкви. Настоятеля храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское отца Дионисия. «Дорогие мои, с праздником Великим Двунадесятым, с престольным праздником, днем села! Предел, второй этаж храма наш был освящен в честь Святой Живоначальной Троицы. Сегодняшний день мы празднуем не только День Святой Троицы, но и в этот день Господь даровал на горе Синай древности евреям десять заповедей, закон, по которым мы с вами живем. Сегодняшний день, День Святой Троицы, мы празднуем День Рождения Святой Церкви. Сегодняшний день была основана наша церковь, наша вера, во что мы ведаем и что мы исповедуем. И как настоятель храма нашего села, я вас всех поздравляю с праздником, с Днем Святой Троицы, счастья, здоровья, успехов и всех благ земных, чтобы Господь надолго хранил еще наше с вами село и Покров Божией Матери всегда пребывал над нами. С праздником вас! Какие же народные гуляния без традиционных русских забав, которые известны всем издавна? Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. И, три, и, четыре, и, пять. Ой, мужики, не подходите за шумом. Пять раз. Если у нас женщина, желающая, тоже подходите, не стеснитесь. Поехали, Андрюши. Празднование Троицы закончилось богатым угощением каждого пирогами и сытной, свежеприготовленной ухой под открытым небом.